всем привет дорогие друзья хотел вам софочку показать давно ее не было она сейчас только что вернулась с балкона и рассказала что воробьи и голуби сало не едят а вот синички белки очень даже любят мы вместе с тобой это видели ну и дочь вам лезет парадитка маленькая они вдвоем сейчас прикалываются малая подросла маленькая достает маму а мама и люлей вешает убегает ну короче игры у них свои так вот все к чему-то все что в мире не происходит все для чего-то или целью нам что-то показать или целью задуматься или целью чему-то научить совсем недавно вот максиму изуренко в трех или в четырех комментариях наверно под несколькими видео писал вадим викторич покажите big metal я все не мог понять его упор то под последним когда уже начали говорить на это на эту тему не по последним который вот про бритвы а вообще вот с чего это все началось игры слушаю тебе это это так интересно ну вот все хвалят очень интересно послушать как она чё она и под этим же видео там пара хлопцев наших вышли томата ту его здесь эти точки здесь клинковые там кассетник таран таран ну понятно что в шутку но порой это случается что все это происходит на самом деле те люди которые бреются опасками да ну ты чё тышки это говно это вон у тебя тышки есть иди брейся опаски это элита а те кто бреются тышками да ну ты чё эти опаски да ну нафиг тышки самое лучшее те же кто бреется допустим кассетниками смотрят на нас думать да нафиг ну вот эта вот вся возня нужна вы чё творите он кассетник взял вжик-вжик и все все бы ничего но зачастую те люди которые вот распространяются на эти темы говорят что вот это не важно что там бритва тышка кассетник мыло лосьон или еще что то вот это самое лучшее а все остальное это говно если кто-то выходит говорит да ну брат ты чего не прав вот смотри вот это еще еще да ты ничего не понимаешь дарам дарам я все это к чему мир бритья он достаточно разнообразен здесь столько всего навалом просто навалом каждый из нас может выйти посмотреть примерить взять на себя посмотреть она не она и выбрать из всего этого многообразия многолепия лучшее для себя так вот он когда это сделает это для него и есть лучше несмотря на то что весь мир может быть кричат да ну ты чё это фигня фу забей забей для него лучше этого достаточно и когда этот человек выходит и говорит вот для меня это лучшее люди начинают на ним смеяться почему какой они имеют право ведь для него то это лучшее и это касается во всем во всех предметов для бритья вот то что вот на моей памяти в каком-то из видео под автошей в что-то там про автошей вышла речь выходит человек и говорит да ты чё какие автошей он холодной водой умылся и все самый лучший автошей да не спорю для него а для других сотен десятков тысяч кто-то выходит говорит до чего тут как бабы обложили всеми этими мылами там всякой фигней шоу вот он воду холодную взял сполоснулся побрился найти все да не спорю есть люди которые топором побреются и не чирикнут но это же не значит что все остальное не имеет право на существование уже не раз и не два и не три и не 5 и наверное не 10 говорил ребята прислушивайтесь ко всем ослушайте только себя свое сердце те люди которые по сообразительные давным давно уже поняли что с экранов с экрана этого канала я вещаю то что мне нравится но это не значит что это будет хорошо для вас что хорошо для вас каждый должен решить сам если он что-то это нашел так этому и нужно радоваться это и есть лучшее для вас не я один так думаю многие на канале так думают и даже ребята которые ну сейчас уже редко заглядывает а раньше заглядывали довольно часто даже целые видео на эту тему снимают я хочу сегодня вам показать ролик игоря с нефтью юганска старый добрый подписчик взрослые самодостаточный умный достигший определенных каких-то позиций в жизни бритье прошел немало добрая душа человек когда не байкала не старта еще вообще даже в помине не было мы с ним общались и говорю вот игорек смотри вот так и так а вот можно так веща бабам и мне 3d модель на пластике за бабашу слова не сказал просто взял и сделал у нас городе если бы я пошел заказывать эту модель я бы отдал ну приличную сумму а он сделал просто так вот так по велению сердца я все это к тому что это нормальный человек его слова вполне себе можно доверять тем более не только на это всех видах бритья он их сам попробовал и вот та мысль которую сейчас вот в ролике будь ласка досмотрите до конца я ее не то что целиком и полностью поддерживает само собой я целиком и полностью за ищите свое а как найдете берегите и не кичитесь этим это для вас хорошо но это не значит что это должно быть хорошо для всех все остальные не переживайте они для себя сами найдут вот это я хотел вам сказать ну а сейчас ролик игоря с нефти юганска все всем привет давно не виделись да как ты одно и то же снимать ты не охота сегодня как он объяснить по нормальному чтоб никого не задеть я был комментатором у сергея под видео и там мне один человек написал что вот надо ну нормально бриться вот такими машинками так вот хотел бы разъяснить допустим что я знаю это четыре вида инструментов опасная скажем так просто электро станочек такой и и станочек т-образный вот именно как для меня это все выглядит по рейтингу вот этим раз в три дня бриться если вот такая щетина то безопасно вообще класс обалденно быстро мягко и вот в начисто я еще в конце покажу насколько чисто он может быть вот этот станок бреет лично меня чище всех инструментов кто-то скажет да ты там не умеешь бриться еще что-то вот такой я брился с детство нужно сказать ну там школьное время в одиннадцатом классе начинал сейчас прошлом году начал бриться но мне прямо вот тут не надо никакого опыта не надо вот что тут косой рез там еще что все ведут прямо никто там них не делает именно не выкаблучиваются косым резом на имеют большинство вот а там от плиты или от гарды там вот так вот так вот кто как лезвие использовал разные в чем для меня лично минус скорее всего минус здесь не станке в лезвиях лезвие меня разных пачки разные пробовал от дешевых до дорогих до прочего ну короче не заходит под мою кожу и все вот она прямо лицо щипит он снимает очень хорошо чтоб не начато выбраться тэшкой надо блин ну кожу собрать грубо говоря если я хочу прямо вот в гладь дальше вот этот я сказал что если раз три дня то зашибись если чаще раз в два дня там это когда распарена кожа когда не распарена то есть до вросшие волосы появляются вот от этого станка отежки красные точки лезут то есть конкретно очень хорошо лезут от этого красных точек меньше гораздо но в росший волос присутствует и именно только с вибрацией вот без вибрации такая фигня вообще не бреет ну меня не бреет теперь давайте хаотично до опаска бреется скажем так по времени и по навыку самое трудное что ну как вот ним все надо при наловчиться и так далее навыками и так и сяк по дискомфорту все равно здесь присутствует свой дискомфорт и все это ощущают там ну кто начинает они все равно чувствуют как бы не было заточено все равно я чувствую что вот но не так не так по сравнению с этим который вибрирует и просто идет и все вот это я в общем говорю не так что все критично дальше электрическая она водная можно на воде желательно как бы если я сейчас на сухую пойду да я заколебаюсь она во первых у меня разные вот эта вот моделька 12000 стоила покупал они разные но у меня были разные вот первый раз из трех вот этих взял были у меня японская панасоник там потом еще браун была короче там аж сеткой уже этот горизонтальная такая сетка уже сточилась вот но в чем плюс что как бы ну вроде кожи не нарушаете но тем не менее все равно не комфорт она нагревается не именно это вот те сильно нагревается это чуть поменьше нагревается и как-то по сухомятки возится херово а вот когда с пеной там с мылом с пеной вот ну можно да все хорошо вроде бы ты такой сидишь не чувствуешь но это долго и в самый главный минус это не выбриваемость сильная не выбриваемость я вам покажу на основе губки вот когда вот она шелестит ну цепляется поняли да я потом когда побреюсь проведу вот так вот здесь вот эти пиди которые останутся их чувствуются ну вот мы мирно разговаривали с тем комментатором ну он говорит может там не то бритва еще что-то какая спросила мне я им ответил ну он вроде бы все перестал как бы продолжать диалог так вроде бы разъяснил ну никаких не стычек ничего всех было хорошо вот просто я хотел бы показать вот она бритва дорогущая я считаю дорогая и до тому комментатору конечно он сказал мне без разницы потому что визуально выбритые а там гладко-негладко без разницы это одно дело типа хоть каждый день брейся да если так то да я не хочу каждый день бриться во первых во вторых мне всегда нравилось когда она чистая я чувствую себя ухоженным да и так для женщины для своей все равно приятно или колючка или ну тут кому чё я фиг его знает вот сейчас попробуем опаской я не буду я даю так для наглядности вот две за тесте соответственно вот это я не добреюся сто процентов уверен я просто попробую это долго во первых и вот это я добреюсь одну сторону полностью здесь сколько могу тоже вычищу потом проверю губкой и посмотрим так что вот вы посмотрите сколько людей бреются не просто нормально да и может быть некогда там им лень может быть им неинтересно эта тема может да но тем не менее я считаю в львиную долю занимает чё где блин обрите тут как бы так ладно я справа буду это ну да для вас вот как раз жилетом и только жилет проблемное место вот это вот выбривает не тэшка не опасно только жилет с вибрацией вот на чем хотел акцентировать так чё с получим этот как это будет мне нравится жилет я не знаю я не противник а там заговор не заговор кто чего хотел тот то и купил в общем то и они занимают первое место скорее всего по продажам да не скорее всего так и есть кто кто там еще тэшки дальше идут тэшки скорее всего ну или вместе вот с этими делят у кого там раздражение сильное наверное они на этой скорее всего вот не знаю ни статистики ничего но вот как по обсуждениям у кого там сильно уже раздражение они на этой либо опускают бороду да вот так вот вот тут как бы круговыми движениями все это дело она у меня ну я не знаю может быть плохо слышно меня идет мягко гладко да на сухую она нагревается ну и так вам показывают по времени я ее кстати достал спустя несколько лет я потому что всегда искал всегда я не несколько лет назад достал всегда искал чем бы еще разве себя ну не нравится так ну и чё да ничего ну короче вот так вот стоять надо я говорю еще раз на сухую нагревает кожу и это неприятно и дискомфортно а как бы толку нет но вот на воде так вот она не достает у меня давай 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 но она начисто физически не может вычесть это выбрить то есть тут я думаю спорить и не стоит да блин вот как это все дело вот здесь вот видно вот это вот все как это для молодежи у кого пушок растет там кайф ну чё это вот сколько я буду возюкать а достанет нет ну чё то достало еле еле блин так давайте давайте еще еще все головки они гнутся ну как наклоняются так наверно пора смыть ну вроде бы да как бы пропуске конечно есть это еще возюкать и возюкать вот на бороде вроде начало срезать то есть я говорю я три штуки покупал электро бритвы одну только сетку уже там истер на одной на брауне по моему японская хорошая там дела аккумулятор не аккумулятор какая-то бритва от сети одновременно и заряжается и греет работает а другая нет другая пока не зарядишь с розетки не вытащишь шнур отсюда она не будет работать то есть сидишь ждешь так вот я даже не знаю тут мусорить уже смысла нет ну вот здесь вот конечно не выгревает и сама сама форма такая все подвижная каждая отдельно вот типа но уже теплая нормально тепленькая ладно пока не высохла как это происходит жилетом что типа неудобно еще чего-то вообще если аккуратного ввести длинная щетина не драть просто от начала до конца а краткими штришками то все получится то есть вот по времени даже посмотрите так я уже по привычке оттягиваю раньше ничего не тяги ну все как бы первый проход все на этом а и плюс у именно я не знаю старых потом проблема была плюс типа забивается но она же вот отсюда выходит и пены и все так но у меня тут уже подсохла что там делать сыр тогда потом так ну за это время типа что я возюкал этим электро электрической сейчас я даже меньше там дольше возюкал сразу же идем против так то что плюс в том числе тэшки в отличие от опасность то что ширина маленькая подлазим смывается также легко с вибрации включили и все пожалуйста вот кантик хоп и еще раз повторю вот это место мне никто не выбривает там еле-еле чувствую пиньки здесь да я вот так она проводил и готова ну третий раз можно пройти за что по времени к укладываю все самый простой быстрый способ ничего в нем плохого нет кроме в эту для меня вросших волос ну и с какой-то периодичностью раздражение так вот тут стоит просто придавить пример вот я придавил и без всяких вот прямо сильно давлю и все он у меня пробивает вот все ну это играю чисто для меня к у кого-то здесь такого нету все после опаски я сомневаюсь что по крайней мере большинство что люди так называемый биби с там не биби с выбривается это не каждому судья вот год брился ну и грею и грею и грею и грею и так что жилет и чудо стал что-то мне так лень было я устал и я вот пару раз за за сколько же полгода пару раз за полгода цель на до несколько раз и тэшкой и все остальное опаской причем если я такой бритвы к 1 3 дня то паска 1 2 дня я пришла так на усы и усы у меня в гладь к ним подлезть проблема опасно и из-за того что она вибрирует для меня вот она просто связать я даже не чувствую я когда лезвие меняю точнее останавливаю вибрацию тупая до безобразия она дерет включаешь вибрацию поперла мазута так что это то блин нажмите все все я побрился как побрел сейчас умоемся опаской почему я бреюсь потому что точки бывают до гораздо гораздо реже они в разы меньше второе уросшего волос в росшего волоса нету после опаски вот ну и прикольно то что теперь блин короче вот я не знаю как вам показать так не покажешь ну-ка о слушайте вот вот тут где-то далеко еле-еле а здесь вот это вся это вся борода ну подбор как аскула это без придавливания надо делать о тишина здесь есть поэтому я сомневаюсь что многие выбриваются вот вот так вот прямо в гладь когда не просто так вот провел когда вас кожа остыла там поры закрылись волос вовнутрь загнали а вот сейчас вот сейчас я надавил и гладко надавил вот прямо вот тут так вот и гладко так ничего не выбривает хоть как учись такая либо структуру либо чего потому что выбривает только жилет именно с надавливанием в глубину теперь представьте как я должна паска это все сделать так ну сейчас мы вот тут чуть-чуть пройдем и все на этом то есть я вот смотрите волна как провод как придавливается о шик шик это вот из-за этого скорее всего ты и в роше волос у меня из-за то что слишком глубоко срезаю но тогда о каком библиоте или как он там дельфинарии мы говорим вот чтоб этот был без дельфинарии то как раз вот все тут все все вот скользит вот теперь готова и не выключая споласкиваем где там посмотреть то он мои глаза видно не выключая пускай вибрирует споласкиваете вся щетина идет наверх вы споласкиваете просто под вибрации все все сходит вообще все легко поэтому просто так вот это то это все каждому свое кто-то я я знаю по комментариям что вообще никому тут только там железо только прикоснется без разницы какой лезвие там хоть вот это вот без разницы его просто все у него раздражение красни там что проще не прыщи лезут все вот они отращивают они просто подбревают к примеру там машинка 3 триммером там фук-фук вот многие от этого шли раздражительность кожи чудо сделаешь кто как ему родился в каком климате какие гены там что чё это зависит так что вот так вот вот он bbs реальный пивец вот все вот не не сказать кстати давайте вот он до фига так табак и ждет при этом все меньше чем все остальные но это это из-за того что три дня с большой щетиной вот с этой когда большая щетина три дня у меня без проблем раз но я должен еще допустим второй день ходить там или своя когда побрился все равно работу ходить должен таким неопрятным небритым скажем так это только ради того чтобы здесь у всяких не было вросших волосы именно вот здесь вот здесь и очень редко наверху нету просто вот такие выводы любой инструмент имеет право на жизнь заговор не заговор все нормально кому что зашло тот тема пользуется вот и все тут даже не столько делать в цене если мы готовы вот эти вот как они там жилетовцы станут станочники если мы готовы там платить по полторы тысячи за четыре кассеты но сидим и платим к примеру все хочу там дешевская но купил один раз и за 50 рублей там 10 этот лезвий покупаю но от меня на вот реально вообще не зашло куча людей бреется мне нет не нравится вот реально там какие-то лезвия грубейшие вот с этим как бы по коже именно самое мне меньше повреждает хотя кожу снимает из-за того что я стараюсь выбрать ближе прямо вот в я вот вот вообще ничего такое вот он нагревается и все вот в воде во всем в пене все он предназначен здесь открывается все чистый пока я вот полоскал он сам по себе чистый уже это тоже очень хорошо ну мне нет кто-то там так вот поелозил пять минут избрила мне видите сколько плюс еще сам форм-фактор как я вот здесь вот это вот каким-то полукругом вот так вот вот так вот как-то достать плюс вот здесь достать это ну сюда насадка идет до триммер но все равно здесь мелочи вот какие-то вот тут по низу прямо ну как нет мне вот не подошел я-то думал ожидал от него большего то же самое что сеткой японской там бонасоника в общем то все всем спасибо до свидания может еще как выпущу но не скоро давайте пока не совсем я там согласен то как игорь говорит про тэшки то как игорь говорит про опаски но я не разделяю то есть у меня в этом плане гораздо лучше обстоят дела но он прав на сто процентов для него самого для всех остальных он не вещает он просто говорит свое мнение понимаете о чем суть то есть для его кожи для его лица для его щетины вот то что он написал я больше чем уверен что это есть святая правда на сто процентов потому что он все это пропустил через себя но других-то людей по-другому и других-то людей совсем не так так вот когда такой человек вот рукав как игорь выходит и говорит что вот для меня самое лучшее на сегодняшний день вот то 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 и то то так не надо таких людей закидывать тапками не надо говорить что он не прав потому что он за себя говорит и он говорит то что в сам испытал сам прошел на своем опыте когда хорошим когда горьком вот об этом речь нет чего-то одного самого лучшего и самого обалденного для всех такое может быть только для одного человека вот об этом речь не надо ничего возводить в абсолют из всего того того многообразия которое есть вокруг просто берите выбирайте то что вам нравится слушайте отзывы гуглите читайте форумы смотрите видео собирайте какую-то информацию а потом точечный отстрел того что он по совокупности всех отзывов более-менее понравилось подойдет не подойдет никто не знает пока не попробуйте после того как попробуйте тогда уже принимайте решение это если будете пробовать редко ну очень редко наверное где-то в четверти случаях но это я за себя опять же говорю есть такое что ну прям не мое но вот не идет и все у меня такое было только со станками средней агрессивности всем остальным я правило даю шанс три-четыре раза могу побриться только после этого уже можно хотя бы примерно сказать нравится не нравится но если нравится вы это поймете с первого раза это невозможно понять не понять то есть вот по первым движением я уже понимаю моё не моё но опять же у всех людей может быть по-разному всем этим видео я хотел сказать что мир бритья велик он прекрасен он чудесен и способен подарить много радости давайте быть чуточку добрее чуточку терпимее тут чуточку внимательнее друг другу понапрасну не зашуривать тапками не кричать не кичится чем-то своим не извергая пропасть пучину все остальное а просто спокойно нормально по-человечески жить и пользоваться теми радостями которые нам способна подарить вот вся эта вот кишкотня с миробритья вот об этом видео ну все на этом разрешите с вами попрощаться добра счастья радости берегите себя берегите своих близких дай вам бог здоровья пускай у вас всегда всегда все будет хорошо пускай у вас а 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 как а Продолжение следует...